Раньше здесь рос бурьян. Об этом свидетельствуют вот эти черно-белые снимки, которые показывает председатель Совета территориального общественного самоуправления. Люди многие годы спускались к дороге, преодолевая определенные трудности. Были случаи, когда в ночное время люди падали и ломали себе конечности. Поэтому нам, общественности, администрации было очень много сил предпринято, чтобы изыскать средства для решения этого вопроса. Теперь Нижнюю Ивановскую Верхнюю соединяет вот эта лестница. Она ведет непосредственно на улице Некрасова к школе номер 66, где обучается 800 человек. В бытность своего президентства ее посетил Дмитрий Медведев. Очень приятно, когда такая чистота, красота. Ответственность за исполнение всех работ взял на себя сочинский генорос, местный предприниматель. Говорить на камеру Андрей Матвеев не любит, но признается. Благодарность со стороны людей ощущает каждый день. А здесь были произведены ремонтные работы не только 50-метрового спуска, но и сделан коллектор. Было небезопасно, было очень много деревьев, которые были аварийные. Плюс вот этот коллектор был сам по себе. Привели в порядок, сделали так, как оно в общем-то должно быть. И параллельно благоустроили лежащие дома. Новые заборы, новые ливневки и подключили к канализации. По инициативе сочинских единороссов со дня на день здесь появится освещение. Есть договоренность на этот счет с предприятием «Сочи-свет». На оживленной федеральной трассе тоже в ближайшее время установят светофор, нанесут дорожную разметку. Зебра более чем необходима, поскольку многие школьники живут в домах, расположенных со стороны реки. Так что для двух с половиной тысяч жителей села Высокое ремонт лестницы только начало масштабных преобразований.